МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершенно случайно, в полушутке, приносит местную газету. Ветеран войны, который возглавлял Львовское отделение ветеранов войны и поисковую организацию, обращается через местную украинскую газету к людям, которые, может быть, что-то знают о подвиге советских воинов под местечком Бравары, это под Киевом. И если они есть живых, чтобы отозвались и получили свои заслуженные награды. И вот я читаю Драничкин Иван Иванович. Оказывается, я служу в 80 километрах от того места, где когда-то мой дед совершил подвиг. То есть во время сопрождения города Киева дед в составе группы захватил вражеское орудие, развернул его в сторону своих, то есть немцев, и без немецкой пушки они стреляли по нем. Соответственно, наши войска, они знали, что она работает на советские войска, стреляли тоже по деду, то есть они оказались между двух огней, получается, и в итоге обеспечивали успех наступление, и заработали себе заслуженные ордена. Но ордена так получить и не успели. По рассказам отца, дед до конца дней своих вспоминал, когда выпьет, что где-то звездочка его ждет. Ну, в общем-то, им никто не верил особо, потому что тогда все фронтовики, все герои, и никто на это не обращал внимание. И вот в 89-м году, совершенно случайно, я оказываюсь в нужное время, в нужном месте. Я быстренько сообщаю все это на родину Лужур, откуда дед призывался, и оперативно военкомат связывает с Украинским военкоматом, и бабушки улучшают орден, который дед не успел получить. Вот эта книжка хранится сейчас у нас дома. Это самая дорогая реликвия, которая касается деда у нас о войне. Скорее всего, это только один эпизод из героического прошлого моего деда, и я сожалею о том, что я не расспрашивал бабушку и его жену о том, откуда он призывался, как попал в общую армию, что рассказывал, когда вернулся. Поэтому сейчас остается только гордиться, хранить то, что я знаю, и, может быть, когда-нибудь я побываю на месте этих боев и, грубо говоря, передам привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова